да я согласен ну давай в данной задачи будем считать для определенности что вот их сравнивается то есть полезность от количества денег на количество денег ну а можно решить задачи на самом деле надо только поесть поесть что мне 200 я поем что история поем 200 будет заменяться на самом деле стоит хорошо теперь давайте рассмотрим когда у меня накоплена одна красная карточка я снова выбираю порог не равно 100 ты равно 200 ты равно 300 ты равно 400 и так далее давайте считать я приз смотрите что произойдет значит если я выбрал порог в 100 очень ураль нажидаем на выигрыш 1 2 нас то есть это связь 1 2 я получу эти 100 плюс 1 2 что произносит начнется игра а в той игре я знаю что в среднем получаю 50 при оптимальной стратегии неважно какая это будет хорошо значит получается 75 если не ошибаюсь нет можно написать плюс 1 2 2 я даже могу написать плюс 6 7 потому что у нас получается больше единиц если я жду до 200 то с вероятностью какая у меня 1 4 на 200 плюс 3 четверти на сколько 50 потому что если я сгораю начинается та игра и сколько здесь будет надо напрячься 3 на 50 на сколько 8 7,5 8 7,5 8 7,5 потому что если я если я если я не дождался 200 то мне дают вторую красную карточку деньги сгорают и начинается вот эта игра а в этой игре я в среднем получаю 50 все понятно сколько 87 с половинкой да значит е от x если т равно 300 одна восьмая на 300 плюс 7 восьмых на 50 сколько будет почему на 50 почему на 50 потому что на второй игре мы получаем в среднем а 258 и 87 меньше 87 ну больше меньше меньше да конечно почему на 50 нет ну пришли на 8 нет 37,5 а 7,8 и не 50 это меньше ну чё ну чё 650 вот вот 61 вот слушайте давайте давайте смотрите чтобы была хоть какая то польза давайте уже будем R использовать как калькулятор откуда открываем калькулятор это важно слушайте давайте привыкать 85 восьмых то есть 80 не 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 это я просто не умею это чего это большие числа Да мы же посчитаем 81 на 25 Когда вы запускаете RStudio, можете запустить RStudio, у вас у всех есть такая возможность Да неважно Соответственно, вы можете в консоли, вот здесь, делать старые вычисления Значит, что нам надо сделать? Нам надо 300 поделить на 8 и прибавить 7 умножить на 50, деленное на 8, правильно? Получается 81, 25 Да, быстро Вот, клево Соответственно, получилось меньше Для 400, что произойдет? Больше, меньше, было 400 на 2, 16? Это же все монотонно, нет? Пока есть, а это будет началось вообще? Нет, ну видишь, сначала он был не монотонным Что? Слушайте, а вдруг там великий обман Вдруг он вообще великий? Что? А вдруг там великий обман Кстати, да 71, 875 Да, действительно, вдруг там великий обман А почему она убьет? А Аня, да? Аня, да? Вот Аня задает классные вопросы прямо по настоящий следователь Аня Потому что вдруг там великий, кто может объяснить, почему там не будет великий обман А мне кажется, можно проверить А что вообще? Водолюбимые 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 Можно в общем виде Водолюбимые Здесь будет 250 плюс 50 И тогда сумму можно записать как? Это 50 тогда даст единичку Ну а 1 числа на 50 плюс 3 четверти на 50 Это даст 50 То есть это будет 50 плюс 150 деленное на 4 Здесь будет 50 плюс 250 деленное на 4 Потом будет 50 плюс 350 деленное на 8 Правильно? Ну и видно, что знаменатель все время растет в 2 раза А первое будет 50 плюс 50 деленное на 2 И видно, что вот здесь вот числитель возрос во сколько раз? В 3 А вот здесь числитель возрос во сколько? Меньше чем в 2 Меньше чем в 2 А знаменатель все время в 2 раза растет поэтому получается что максимум будет вот здесь дальше уже будет ну может конечно форму в общем виде взять производной экстремум посмотреть два соседних числа потому что функция численно и поэтому там надо в районе экстремуме точечки проверить руками вот но неважно хорошо мы выяснили что для одной надо 200 хорошо теперь давайте 0 карточек то есть мы уже знаем что у нас 100 или 200 да а здесь только 200 200 ждать лучше чем 100 а здесь можно 100 можно вместе так и так и стратеги оптимальны вот вы давайте на 300 чтобы здесь если мой карточка на кухню то как выглядит ну опять варианты есть ждать до 100 ждать до 100 ждать до 200 ждать до 300 нет давайте честно если мы ждем до 100 1 2 на 100 плюс 1 2 на 75 не на 75 не правда на 875 да да плюс 1 2 на 87 с половиной понятно откуда взялось это 87 с половиной вот почему не рассматривать переход же дальше мы знаем что если в этой игре ждать до 200 в среднем она приносит 87 с половиной а то есть на третью как учитывать через вторую третьем да зачем думать на два хода вперед тяжелее чем на 1 если на 1 там все посчитано за на 100 здесь что будет 1 4 на 200 плюс три четвертых на 87 с половиной что больше вот это и вот это больше давайте третье посмотрим значит здесь будет 1 восьмая на 300 плюс 7 восьмых на 87 с половиной какая больше 2 3 ну на самом деле логика такая же можно следить за сколько не хватало то есть если я отсюда отрежу 8 7 с половиной здесь останется в числителе 13 12 5 здесь будет сколько здесь будет 112 5 здесь сколько будет а трежу 8 7 с половиной 300 будет 215 я вижу что знаменатель все время растет в два раза правильно а числитель сначала возрос почти в десять раз а потом все-таки не меньше чем в 2 поэтому получается, что вот это вот будет опять оптимальным. Да, то есть мы выяснили с вами, что оптимальных стратегий в этой игре две. Одна оптимальная стратегия ждать все время на 200, такая простая стратегия. На 200 говорит стоп, беру приз. И вторая стратегия 200-200-100. То есть она означает, что на ну понятно, что так это хорошо. Хорошо, какие еще есть вопросы? А, ну и ожидаемый выигрыш, чему равен? То есть там вопрос был на нить, ожидаемый стратегии, чему равен ожидаемый выигрыш. Ожидаемый выигрыш общий, вот он, да? То есть вот это число, это будет ожидаемый выигрыш. Ну, изначально, по всю игру, когда на кону 0 красных карточек. А средний выигрыш, если мы суммируем вот то, что у нас в стратегии и делим в количестве, да? Кто понял, чему равен средний выигрыш? Аня, да? Да? А как посчитал? Ну, это вторая строчка. Ну, конечно, у нас вторая строчка, это и есть. А, на шорте? Так, хорошо. Да, еще вопросы. С этой разобрались. Добавлю? Да. Не, ну то есть дерево можно рисовать, но как бы надо... Да, мне нужны. Класс. Да, эту я ставлю. На самом деле, здесь легко составить нерешенную задачу. На самом деле, да. Илья, вот, смотри, такая классная задача. Нерешенная до сих пор, вообще, нерешенная задача. Никто не знает, как выиграть. Игрок подбрасывает монетку до тех пор, пока не скажет стоп, и вот выигрыш в какой... Не надо, у меня выигрышка нерешенную. Мы с ними сейчас решили. Ладно, я с другой группой попробую, только выиграть. Хорошо.